Наш отрат, наш девиз. Детячие лагеры по всем меньшине отчинили дверы для первых отпочивающих. Зубрания в Медельском районе принял на отпочинок не только белорусских школьников, а и сирийских детей. Яны проведут на березе нарыч и 15 дней. А кроме обычных летних измен, в центральном регионе краины для школьников доступны лагеры, працы и отпочинку дедного знаходжения, оздоровленные, профильные, военно-патриотичные и IT-лагеры. Там дети доклады не засумуют и проведут летние каникулы с корыстю. Наша сдымочная группа узгадала, как это – спевать песни под гитару и гулять в зорницу. Наш отряд из начали. Наш девиз. Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед, не только вместе. Для отрада школьников лагерная змена – это заправдное святое лето. Кожный новый день не осеет нечто новое и текавое. Головное – хатник задание вробить не треба и отзнак не ставить. Мне больше здесь нравится, чем в школе, потому что здесь мы веселимся, каждый день ходим куда-то в разные места, смотрим разные мультики, проводим викторины, узнаем что-то новое, рисуем. Сегодня мы пойдем в Дом творчества. Завтра, я не знаю, что будет, но тоже будет очень интересно. У нас здесь всегда весело, нам дают время и поиграться, побегать. Лагеря у нас дружная. В этом году у гимназии Дяжинска целый бум лагерных изменов. А маль 200 хлопчика у девчонок проводят тут каникулы. Одны по оздоровленному профилю, иншие по учебному. Добрая махчимость подтягнуть свои веды по школьных предметах. А вот працаный десант лагера можно навод подзарабить за лето. Обычно ребята просто получали какую-то пчелку за хорошую работу. А в этом году мы уже стали вести дневник воспитанника лагеря труда и отдыха, где он фиксирует, что он сделал за день. Чем больше пчелок насобираешь, тем больше ждет тебя приятная награда. Мы работаем под общим республиканским девизом «Малая родина» – эстафета полезных дел. И уже исходя из девиза мы подбираем соответствующую тематику мероприятий. А вот для этих хлопцев летний час – негульнявая форма занятков. Военно-патриотичный лагерь «Орляняты» – это допрызывная подрыхтовка со строгой дисциплиной, выучением строевого кроку и ориентованием на мясовости. За 9 дней они поспевают целиком окунуться у армейское житё под кировництвом военных командиров и вернуться к рыху по столелам, уже 11-ти классниками. Я научился здесь маршировать, почувствовал армейскую жизнь немного. Тут у нас всё по распорядку и более активная жизнь. Но уже не сидишь столько в мобильном телефоне. Недавно проходил конкурс, где каждый взвод выдвигал свои таланты. Сразу все стеснялись, но после пары песен все раскрепостились и уже всё вместе начали петь. Если в первое время это приходят ребята, которые даже не всегда знают, где право, где лево, то здесь мы уже на последней линейке видим подтянутых, организованных. Вы знаете, мне кажется, они даже становятся выше и взрослее. Для хлопца у девчат летний лагерь – целый особный свет с новыми сябрами, ведами, умениями и уражениями, какие они будут вспоминать в новом научном году. А для батьков это мягчимость не турбоваться за своё дитя и видать, что каникулы проходят с корыстю. Катерина Чишерова, Алёна Чарнявская и Алексей Пятро, Минщина. Есть новины и для матрового экстрима. Вяровочный городок, скалодром и троллейный спуск у худшем часе з'явятся в Солигорску. В лесопарковой зоне зараз усталевывают необходимые конструкции. В середине червяня городок примет своих первых гостей. Активно отпашить на новый плясовцы смогут и дети, и дорослые. Вяровочный городок будет состоять из двух трасс. Каждая трасса по 8 этапов. Отличаться между собой трассы будут только уровнем сложности. То есть попроще и посложнее. Высота трасс будет одна от 2 до 4 метров, вторая будет от 3,5 до 5 метров. В целях безопасности будут использованы альпинистские страховки и шлемы. За обмежеванием только вага не больше за 110 килограммов для одного удельника. Организаторы обязывают комфортные умовы для семейного отпочинка и пригожа антураж для фотосдымков. Репортажи и эфирные виды у всех программ в любой час доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале Столичное Телебачення. Заходьте, глядите и подписывайтесь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова